Я знаю, почему это происходит. Дело в том, что вся особенность познания человека заключается в том, что он для того, чтобы человек... Что обычно ругает человек? Человек ругает то, что он не понимает. И когда человек не понимает, он это начинает ругать. Допустим, вспомню свою жизнь. Я ездил на олимпиады по математике. А отец у меня был трактористом в селе. И я поехал на олимпиаду по математике и дома начал. Это меня вдохновило, я решал эти задачки, уже не помню какие-то. Мне очень нравилось. И он меня очень отругал. Он теплый, добрый человек был, но очень отругал. Что это такое, кому это нужно, лучше разбери мотоцикл и собери мотоцикл. Вот где-то такой был разговор. Это математика, ее ни к чему не приложишь. И что, ты что математиком хочешь быть? И что она тебе даст, эта математика? Зачем оно тебе нужно? Это какая-то чепуха. Да все математики несчастные, бедные, нищие. Ужас. Я бы не хотел, чтобы ты был математиком. Он был старшим, и я ему и поверил. Ты должен быть настоящим мужчиной. Ты должен, но он же со своей... А почему его пугали математики? Дело в том, чтобы понимать математику, нужно ее изучать. А чтобы говорить эзотерику, необходимо ее изучать. Для того, чтобы... Вот знаете, как медицинские работники часто говорят. Мы там ненавидим гомеопатов. Или там мы плохо относимся к нутрицептике. Или мы плохо относимся к БАДам. БАДам. Или мы плохо относимся к чему они могут... А мы плохо относимся к акупунктуре. Мы плохо относимся к йоге, к аюрведе и так далее. Вот только оперативно нужно удалить. Или вот только антибиотиками полечить. Есть протоколы лечебные. Только так можно улечить человека. И они говорят, что они уроды. Их вообще надо садить, убивать, уничтожать, как обычно. Они не доктора. Они всем врут. Мы только доктора. Мы только вылечиваем и так далее. Хотя это тоже неправда. Ну и с чем это связано? Дело в том, что они боятся. Они боятся неизведанного. Их мысли, они связаны только со знанием того, что они умеют делать. Почему я человек, имеющий высшее медицинское образование, начал изучать акупунктуру, йогу, аюрведу, тибетскую медицину, свод науки лечебный, там, читал и там, ну, что угодно. Знаете, у меня колоссальная библиотека, она вот передо мной находится. Она из десяток тысяч книг. Я сейчас в кабинете, где эти книги лежат. И я могу сказать, что когда ты начинаешь в это все погружаться и даже начинаешь потом это все пробовать, ты начинаешь понимать, что они, эти знания, не поверхностные. Они глубокие, имеют свою историю, имеют свои подтверждения, свои недочеты. Но бояться их не стоит, а может быть их нужно исследовать и наоборот, как бы рассматривать еще и с этой позиции медицину. Вы представляете, каким был бы медицинский работник, если бы он мог применять не только, допустим, диагностику по МРТ, еще и диагностику по пульсу, по внешнему виду. Мог бы подобрать диету, рассказать, какие не только препараты, а травы попринимать, куда понадавливать или что понажимать. Поставил бы иголки человеку, сделал бы профессиональный массаж, дал бы рекомендации по сну. Дал бы рекомендации не только по неврологии, а дал бы рекомендации по психиатрии, как психолог мог бы отработать с человеком и так далее. Это был бы нереальный специалист. Скажите, это могло бы использоваться и быть такой врач мог бы иметь популярность? Несомненно. Несомненно. Так вот, те люди, допустим, вот гипнолог этот человек, он говорил там шизотерика, шизотерика и так далее. Так вот, если говорить о чем-то, нужно в это нырнуть. Нужно нырнуть, прикоснуться, понять. Опять-таки, на сегодняшний день этим словом называют все, что не видно. И, конечно, есть люди, которые этим пользуются. То есть, есть люди, которые пользуются тем, что они впаривают дичь, как говорят в интернете. Есть люди, которые ведут, как Александр, не помню его фамилию, ведут некое направление. То есть, только это может называться предморгиальное, называется. И вот читают только этой маргиальной эзотерикой можно заниматься и так далее. Я когда вообще организовывал свою систему, то я опирался на идею такую, почему одним людям везет и почему другим не везет. Далее, я когда-то болел онкологическим заболеванием, у меня там были боли очень сильные. Особенно там в ноге, почему до сих пор, не знаю. Ну, сейчас я уже понимаю, почему. Я приехал к одной женщине, которая была в селе, которое называется Восход. И там в Крымской области, в Красногвардейском районе. Или в Джанкойском районе. Марина, по-моему. И я вот к ней приехал, она говорит, она вот так прямо сходу на меня посмотрела. Говорит, у тебя болит нога. Я говорю, у меня так нога болит, я еле хожу. Она говорит, ну садись. И вот она взяла меня, снимай носок. Я снял носок, она взяла меня вот так за палец и просто вот так сделала одно движение назад. И говорит, сейчас болит. Я на нее смотрю. Мой мозг, который обучали медицине, знает, что так не может быть. А тело говорит, нифига, тебе могло. И я в таком шоке, я говорю, у меня не болит. Я говорю ей, не понимаю, что я ее, наверное, этим очень обидела. Я говорю, но оно заболит завтра. Она говорит, если заболит, приезжай. Я еще раз сделаю. Я говорю, что вы сделали? Она говорит, бесов забрала. Я говорю, то есть, нет каких бесов. Каких бесов. Ужас, каких бесов. Она говорит, надо верить больше. Вообще покаяться. Попоститься, покаяться. Батюшке, сходи, причастись. Покайся в грехах всех своих. И вот все, все. Мне без этого. Мне просто можно еще раздернуть, завтра приеду. Но не пришлось завтра ехать. Оно не болело. И вот по сей день не болит. Вот что она там сделала? Я знаю, что сделала. Я сам умею сейчас так делать. Но вот в сам момент, понимаете, в сам момент. И мне очень сложно было, как человеку, который имеет аналитический склад ума, который не привык доверять любым людям, мне очень сложно было начинать погружение в это все. Прям очень сложно. И пришлось объединять между собой. Почему объединять? Дело в том, что так много написано всего. С огромным количеством примеров. Огромное количество литературы. Ее чрезвычайно сложно применять. Потому что она в большом количестве... Я понимаю, что человеку хочется почитать, еще и отдохнуть. Что человек сам по себе является еще и человеком, которые вместили еще огромное количество информации, которую он получал в училище, в техникуме, в школе, на заводе, в институтах, в консерваториях. Ну и так далее. У каждого есть за плечами еще и собственные выводы, собственные познания, самые различные. И туда не все может заходить и так далее. И, конечно, когда ты начинаешь что-то изучать, вот припекло, злишься и злишься. И думаешь, ну вот может какой-нибудь психолог мне объяснить, почему он злится или почему я. Ну и человек начинает поиск. Ищет самые популярные книги. Начинает там нечаянно, вот что ему попадет. Вот Ницше попадет, станет агрессивный, безумный, но будет, допустим, мотивированный. Как Ницше говорил, что слабость это порог и презрение. Человек должен быть сильным, добиваться, как олимпийский чемпион. А если ему юнг, то тогда он начнет разделять людей и думать о том, что это мои анальные ощущения развития или мои уже высокоморальные ощущения, что все откроется в подсознании и так далее. Если он юнга прочитает, начнет ковыряться в невербальном, в подсознательном, искать ответы в снах и так далее. Если там Александера начнет гимнастику делать, дышать, направлять воздух и так далее. Но все это, когда ты это все берешь, там есть инструменты. И в этом большом количестве выделить какие-то инструменты сложно. Вот для того, чтобы стать везучим, нужно понимать саму структуру. И для чего человек создан, и почему у этого человека появляется везение, почему везет, почему болезни. И мне хотелось, чтобы это была очень складная информация. И такая информация, которую просто один раз знаешь, и потом где ее пользуешься. А если необходим инструмент, то он настолько должен быть простым, который вот будет как у Ури ключик. Нечтением. Конечно, может ли человек измениться, если он будет читать мантры или молиться? Конечно, да. Богу мать, конечно, да. Но долго будут эти изменения происходить. Ну а жизнь же, она не длинная, а хочется на вчера. И вот это на вчера, оно требует от нас чего-то более. Нам не хватает времени на то, чтобы еще и вот это делать. Нам надо какой-то новый формат, новая оболочка, новый Windows, новый Macintosh. И после этого, вот то, что я создал, я называю перепрошивкой. Она связана с тремя компонентами. Это магия, философия и психология. Вот я это условно назвал эзотерической школой Кайлас. Но могу сказать, что вот наверняка слово эзотерика можно выбросить. Почему? Ну, я не занимаюсь эзотерикой. То, что я преподаю, сложно назвать эзотерикой. А что это? Это, наверное, какая-то программа. Я ее называю программа становления счастливого человека. Инструкция к эксплуатации своей души. Ну, как угодно это можно называть, но это точно не эзотерика в том виде, в котором есть. Почему? Эзотерика, оккультизм – это очень узко. Очень узко. Психология тоже. Много инструментов там, много инструментов. Но есть инструменты, которые можно вспоминать. А многие просто, знаете, что делают, допустим, вот Виктор Ковалев, Виктор Сергеевич Ковалев. Он говорит, что он занимается нейролингвистическим программированием. На самом деле, если слушать его, читать и использовать его методы, то оказывается, что это, в общем-то, и не нейролингвистическое программирование, а самое, что ни на есть, эзотерика, наполнение себя светом, медитация в темноте, тоша и так далее, динамические медитации. То есть, все это компиляция, в том числе и древних, наверное, и трансовых, в том числе, методов и так далее, переработана. И, в общем-то, авторство заключается в том, что поданное последовательно, создавая определенный скелет, который потом можно использовать в ходе своей жизни или в ходе каких-либо исполнения каких-либо задач. Спасибо за субтитры!